Немногие знают, что в годы Отечественной войны в Перо-Уральске работали три военных госпиталя. Они располагались в пяти зданиях и могли одновременно принять более тысячи раненых бойцов. Сегодня представители Совета ветеранов пришли на могилы солдат, которые скончались от тяжелых ранений в госпиталях города. Спасибо большое, низкий поклон за то, что пришли в Сочи сами поклониться памяти солдат Великой Отечественной войны. Той их части, той крупинки, которая скончалась в госпиталях Перо-Уральска и обрела последний приют на нашей уральской земле. Первый военный госпиталь Перо-Уральска размещался в современном ДК имени Ленина на Хромпике. Там располагалось хирургическое отделение. Потом в конце сентября был развернут госпиталь 3747. Он размещался в трех точках, потому что он по количеству коек был многочисленный, от 600 до 800 коек. И поэтому он размещался в бывшей школе номер 7, это в данное время БТИ и магазин сон. В школе номер 10, в данное время это здание, принадлежащее интернату. И в детском саду номер 6. Нина Курочкина в 1954 году окончила 10-ю школу, а в годы войны в здании лечили солдат. Когда уже осталось очень немного раненых, их долечивали, объединились с двух школ, объединились с двух зданий и увезли в Екатеринбург. А мы заняли детей много, дети учились в деревянных школах, в 8-й школе, в 2-11 за прудом школе. И мы стали женская школа номер 10 и мужская школа номер 7. Ученица школы номер 1 Анастасия Кукина посвятила ветеранам свое стихотворение о той далекой войне. За вас, ребята славные, чтоб не было войны. Вы наши силы главные, вы армия страны. Вторая мировая – это, в первую очередь, слезы, потери большие. Солдаты старались для Родины, для народа, чтобы хорошо жилось, чтобы много потерь было на Великой Отечественной войне. И мы обязаны сказать спасибо всем, кто принимал участие в этой войне. Алексей Николаев, Черноусов, Интера ТВ